Глава города Юрия Берг Глава города Юрия Берг Глава города Юрия Берг А все это будет только благодаря тому, что делается и творится возле ваших дворов Редкий дом, у которого нет кучи щебня, горного песка, глины, досок и прочего хлама Даже брошенная техника имеется Я хотел бы, чтобы мы договорились А как мы будем делать этот ремонт? Либо вы все сами свое убираете у своих домов И мы смотрим, улица готова к ремонту Тогда мы выступаем к нему Не сразу, но жители согласились, что убирать возле своих домов все же придется Без обиняков кто-то предлагал штрафовать нарушителей Надо штрафовать Больше вопросов нету Но, про Велшанки Дорога не приспособлена Особенно после переезда Там полтора метра от дома до дороги Ходят машины 30-50 тонн Дома прыгают Вы представляете? Ну и что делать? Вы сделаете дорогу И опять они будут идти А почему, пиздай, дорога заброшена? Делали при советской власти Ее надо восстанавливать И все машины большие 30-50 тонн Пустить на Крехин Глава города, безусловно, отлично знает о состоянии дороги Сегодня в городе вообще уделяется большое внимание Строительству и ремонту магистрали И меры приняты будут Вопросы сыпались, как из рога изобилия Многие из них далеко ушли от намеченной темы Оказывается, в поселке проблема с коллектором Который требует большого ремонта А пока подключиться к нему невозможно На вопрос главы города у ответственного за этот объект Был получен ответ Сделать новый проект и искать деньги Страдают жители от несознательных водителей Которые превышают скорость Нужно как можно больше знаков ограничителей У водителей свои претензии к жителям У меня такая просьба И даже просьба Это уже не знаешь, как сказать Когда ездишь по дороге Я сам профессиональный водитель Перед твоим лицом Выливают ведра, помои Снег Выгребают на дорогу Грейдер проехал, прочистил дорогу Она и так там 6 метров Нет, 8 метров она и лошанская Ее 6 метров делают по бокам Снег вроде бы Одна колея идет машина Нет, тут же с правой стороны Перед двором 15 метров там почти От забора Нет, надо выкрести на дорогу Снег, чтобы у него площадка была Заехать в обор Это что такое? На одной из улиц в течение трех недель Не вывозится мусор Тоже беда местного масштаба Нет водостоков и улицы утопают в грязи и воде Неправильно дороги вот делаются у нас Нет водостоков по бокам Вот как едет машина Все, в комнате головы все Дома все В комнате головы Заборы все Ясные Это что такое? Говорили жители эмоционально Порой стараясь перекричать друг друга Что очень мешало работать Пришлось главе Октябрьского района Юрию Нерушенко Утихомирить темпераментных арчан Мы выслушаем всех Все запишем И как сказал Юрий Шадж Будут разработаны определенные мероприятия Мы встретимся через некоторое время опять У нас опыт решения есть Проблем не одной улицы А целых поселков Отдаленных И мы занимаемся этим уже третий год Но вы нам не даете возможность нормально работать Мы пришли работать А не кричать друг на друга Если мы будем кричать Будет нулевой результат После этого разговор протекал более ровно и конструктивно Оказывается могут жители четко и кратко формулировать проблемы Без лирических отступлений Нужен небольшой магазин или ларек с продуктами первой необходимости? Будет Тут же дано задание ответственному из административной команды Плохо ходит транспорт? Разберутся Некоторые изложили свою просьбу письменно Все письма приняли, зарегистрировали Темно на улицах, нет освещения Главные коммунальщики Орска после встречи Объяснили, как решается эта проблема Многое зависит от первых лиц города И все же порядок в доме во многом идет от самих жителей Почему же мы сейчас? Почему у нас бардак? Потому что мы сами не соблюдаем Вот пенсионер, дядя Володя Шепнер уступал Действительно, каждое утро я еду на работу Он убирается в их бачков Ну давайте с нами будем соблюдать порядок Тогда у нас везде будет порядок Почему администрация даже за нашими мусорными бачками смотрит? Эмоции утихли Впереди у команды главы города много работы Свою краткую оценку встречи дал ее инициатор Нормально, встреча рабочая Вперед за работу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!